Как одолел юноша лисицу оборотня. Жил давным-давно один богач и был у него сын. Только очень хотелось тому богачу дочь иметь. Сколько денег извел он на предсказатели судьбы, да на пожертвование храмом и не скажешь. Услышала небо его мольбу и послала ему дочь. Уж так пеклись они отец с матерью, так, словно она бесценное сокровище. Расла девочка крепенькая и никогда не болела. Уже сравнялось ей пять лет, когда на семью свалилось несчастье, что не ночью дохнет корова, а было у них несколько сот голов рогатого скота и от чего дохнет никто не знает. И хвори никакой не ран, сказал про то хозяину пастух и велел хозяин стеречь коров не только днем, но и ночью. Спрятался пастух в темном углу коровника, караулить стал. Уже и полночь заступила. Смотрит пастух, вошла в коровник хозяйская дочь. Смазала руку кунжутным маслом, сунула в брюхо корове, печенку к корове вытащила и ест в один присест. А корова сдохла. Пастух испугался, еле утра дождался. К хозяину побежал, так молотак говорит. Не поверил хозяин и как закричит. Да как смеешь ты мою дочь срамить. И велел убить лжеца. Другого пастуха в коровник послал. Но и он рассказал хозяину то, что первый. Приказал хозяина этого пастуха убить. А потом еще одного, а коровы дохнут и дохнут. После лошади стали дохнуть и свиньи. А хозяин только и знает, что пастухов убивать. Всех перебил, ни одного не осталось. Если бы и остался, все равно к богачу в работнике не нанялся. Делать нечего. Послал богач сына в коровник. Спрятался тут в углу, смотрит. В полночь сестра в коровник пошла, вытащила у коровы печень и съела. Пришел сын к отцу, так мол и так говорит. Услышала это мать, стала сына корить. Ты зачем сестру родную хулишь? Зависть разобрала. Нет больше сил моих такое терпеть. Рассердился отец. Сына из дома выгнал, а дочь еще пуще лелеет и ходит в стол. Сгубила девочка скот, за людей принялась. Мать с отцом и то не пожалела. Убежали все жители из деревни. Дух смерти в ней воцарился. А сын, когда отец его выгнал, в горы ушел. Повстречал там буддийского монаха и стал учиться у него волшебству. Шло время. Истасковался юноша по родителям и в путь собрался. А когда прощался с монахом, тот ему три бутылки дал, красную, белую, синюю, и сказал, возьми, в беду попадешь, пригодятся. Спрятал юноша бутылки за пазуху, сел на лошадь и отправился в родную деревню. Приехал, а в деревне никого нет. Дом родной в запустенье, мхом да буреном порос. Сестра на солнышке греется. Увидела брата, обрадовалась. Давно человечего мяса не ела. Ты где пропадал, спрашивает, соскучилась я. Где отец с матерью, спрашивает брат. В могилах лежат, отвечает сестра. Понял тут брат, что-то сестра их сгубила. Решил бежать, свою жизнь спасать. Говорит юноша. Проголодался я, сестра. Сорви лук репей, что вон там возле сада растет. Поесть приготовь. Вытащила сестра нитки и говорит. Не бегай больше из дома. Возьми нитки. Одним концом себя обвяжи, другой мне отдай, пока я лук буду рвать. Не стал брат перечить. Все сделал, как велела сестра. Но только она ушла, размотал юноша нитку. Привязал конец к стойке, незаметно вышел из дома, сел на лошадь и умчался. Вернулась сестра, смотрит, исчез брат и погналась за ним. Остановись, кричит, а сама вот-вот ухватится за лошадиный хвост. Выхватил тут брат из-за пазухи красную бутылку и бросил сестру. Вырвалась из бутылки пламя, обожгло сестру. Выскочила она из огня, снова погналась за братом. Того и гляди настигнет. Бросил брат белую бутылку. Из нее иголки дождем посыпались. Убежала от иголок сестра, опять погналась за братом. Тогда юноша синюю бутылку бросил. Вылилась из нее вода, целое море. Утонула сестра. Смотрит юноша, не девушка на поверхность выплала, лисица и понял, что была его сестра оборотнем.